Девушки отдыхают Девушки отдыхают Врачи предупреждают, если у вас проблемы с суставами и позвоночником, подумайте о другом виде тренировок. Лишний вес, существенно превышающий норму, также повод пока отложить скакалку. Также среди противопоказаний мигрень и варикоз. Часто повторяющиеся колебания, те же самые прыжки, да, они могут негативно отразиться на внутренних органах, но в первую очередь это у пациентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы, с высоким давлением. Нежелательно прыгать, если у человека мочекаменная, желчнокаменная болезнь. Продолжим развивать мышечную выносливость и плавить жир прыжковыми упражнениями. Название плеометрика придумали в 80-х американские бегуны, наблюдая за разминкой советских спортсменов. Пока атлеты из США уделяли время растяжке, советская сборная выполняла интенсивные прыжки. Тренеры убеждены, что именно эти упражнения секрет успеха легкопедов из СССР. Сейчас во время тренировок прыгают кроссфитеры. Тренировка для новичка должна быть не более 30 минут. Тренировка для продвинутого около 45-50 минут. Обязательным фактором является разминка 10-15 минут, плюс заминка 10 минут и основной блок минут 15-20. Если мы говорим о новичках, то они делают упражнения секунд 20-30. Затем это время нужно увеличивать от 30 до 50 секунд. Отдыхаем между подходами секунд 5-10, между кругами около 1,5-2 минут. Легко, а вот и нет. Ноги упражнения выполняются собственным весом, но из-за взрывного стиля мышцы чувствуют положительный стресс уже на 10 секунде. Такая динамическая работа наградит вас увеличением мышечной силы и желанным рельефом. Основные упражнения – прыжок на опору, бодрый выпад со сменой ног, бурби и все его вариации. Зная базовый набор, вы можете сами придумывать и модифицировать тренировки. Бонус – жировые запасы сжигаются равномерно по всему телу. В этом вся прелесть плеометрики.